Всем привет! Друзья, я с вами основатель Майнкрафт. И да, это вторая серия сериала Школа в Майнкрафте. Ну и со мной, как всегда, Яша Дуков и Петя Кончаров. Сегодня у нас 4 урока. Информатика, математика, армянский и русский. Первый урок информатика. И, блин, перец на второй этаж. Мы пошли на информатику. Здравствуйте, Михаил Степанович. Здравствуйте, готовьтесь к уроку и выходите. Вот так. Так и... О! Так. Всё, я пошёл на перемену. Погуляю. Математичка сидит. Проверяет наши контрольные. Дзинь! О! Всё нахуй. Так, встали, вышли из-за парт. Так. Здравствуйте, садитесь. Итак, сегодня мы будем учиться рисовать разные рисунки. Итак, включаем компьютеры. Так, так, где кнопочка? И открываем приложение Pixel Painter. Там красная кисточка. Нажимаем New. Картину называем Код. 16 пикселей. Нажимаем Создать и рисуем. Так, как тут рисовать? Давайте, ну, нарисуем этого кота. Ой, так. Как тут отменить? Блин, так. Так, код. Создать. Так. Так. Нарисовать нужно кота. Давайте нарисуем. Так. Так. Ой, случайно. Так, не так сделал. Так. Нужно нарисовать котика. Нам так страдал Михаил Степанович. Ну, поехали рисовать. Так. Теперь нужно сделать ему глаза. Зелёные. Вот такие глаза у него. Так. Дальше. Носик. Так. Как тут сделать коричневый? Так. Это у нас красный. Сейчас. Как сделать коричневый? Как сделать коричневый? О, вот коричневый. Так, всё. Тесуем ему. Ой. Я случайно не так сделал. Так. А как тут? Ой. Так. Блин. Вот Рубан сейчас скажет. Так. Показываем, что у вас вы там нарисовали. Господи. А я ему ещё и нос должен сделать. Блин. Как тут сделать так? Так. Так. Коричневый сделать. Нужно коричневый? Нужно делать коричневый? Нет? Давай. Пожалуйста. Пожалуйста. Вот такой красивый цвет. Так. Вот такой вот у него нос. Дальше мы ему рисуем рот. А теперь самое сложное. Это уши. Ну, уши нарисовать легко. И ещё выберем розовый. Так. И так. И вот так. Давайте ещё сделаем вот такой вот чёрный конту. Так. Вот так вот. Так. Я иду проверять, что вы там нарисовали. Быстрее, быстрее. Тихо, 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 тихо. Давай, 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 давай. Ай, фух, наконец-то я нарисовал этого кота. Так, я иду проверять. Ну что, Тимур, показывай, что ты там нарисовал. Блин. Блин, Михаил Степанович, у меня сбросилось всё. Ну? Два тебе. Ну за что мне два? Михаил Степанович, можно ещё одну попытку? Ладно, давай, рисуй. Так, он нам говорил пиксельпейнтер открыть, назвать код, создать. Так, как мы тут кота нарисовать? Так, блин, так. Ну так. Так, вот так вот. Так, вот так вот. Четыре, пять, шесть, семь. Восемь, девять. Девять на девять там. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Восемь, девять. Один. Так, теперь можно это всё закрасить. Так. Вот так. Теперь нужно нарисовать ему глаза. Делаем вот такие ему глаза. По-моему, мы такие делаем. Так. И вот так вот. Дальше. Делаем коричневый цвет. Вот. Их надо коричневый. Какой коричневый сделать? Какой-то болотный цвет. Камни коричневый сделать. О! Нет, так вот болотный. Вот коричневый. Так, берём карандаш. И вот делаем вот такой вот ему носик. Дальше мы делаем ему вот такой вот язычок. И уши. Уши. Так. Уши. Так. А теперь я хотел там чёрный контур. Блин, это тут ещё нарисовать не рисую. Ладно, я сейчас нарисую в паузу. Вот Михаил Степанович, я нарисовал. Только не ставьте двойку, пожалуйста. Так. Да, очень красиво. Так, сохраняй. Так, а как тут сохранить? Save file. Так, давайте создадим папку. Создать папку. Так, мы... Так, мы... Так, я... Мы... Я 5... Я... 5... В. Так, мы 5-й В. Всё, создать. Вот. Сохранить. Ладно, сохранить под именем код. Всё, я... Я сохранил. Save. Ладно, давайте под этим именем. Так, вот как сохранить. Так, код. Ой. К... Вот. Т... Да, блин, как... Код. 1, 2, 3. Сохранить. А-а-а... Ладно, давайте по-английски тогда сохраним. К... Save. Вот, смотрите. Вот, я сохранил. Молодец, пятёрка. Ес, да-да-да. Так, теперь я пойду смотреть у Яши Духова, что он там нарисовал. Яша, это что такое? Кот. Какой кот? Это какой-то леопард. Яша, покажи, что ты там нарисовала. Вот, смотри. Это нарисовал Яши Духов. Чё? Это кто? Это кто? Яши, я тебе ставлю 2 за эту работу. Ну нет, за что? А я хочу смотреть у Пети Гончарова, что он нарисовал. Петя, это что такое? Я готов тебя отчислить за это из школы. Ну-ка, быстро всё стирай. Иначе я тебе поставлю ноль за эту работу. Петя, покажи, что ты там нарисовал. Кэт, ну-ка. Давайте. Ребята, я лучше это показывать не буду, так как Ютуб меня за это может заблокировать. Дзинь! Так, всё, подключаем компьютер и выходим. Так, ну всё. До свидания, Михаил Степанович. Ну, а мы пошли на матерь. Здравствуйте, Ольга Ивановна. Здравствуйте, готовьтесь, выходите. Опять это злюка. Ладно, я пошёл играть в Танчаги. Так, да-да-да. Всё, меня отправили в ангар. Ладно, я пока послежу за КВ-2. Дзинь! Ой, всё, всё, всё. Заходим, заходим, заходим. Блин, я тут кабинет. Я перепутал кабинет. Здравствуйте. Здравствуйте. Садитесь. В тетради открываем, записываем число. Классная работа. Это математичка. Опять меня бестит. Так, сегодня 31 января. 30... Так, раз, два, три, четыре. На пятой пишем. 31-е, 0-1-е. Классная работа, она сказала. Записываем новую тему. Вычитание дробей с одинаковыми знаменателями. Так, готово. Так. Тимур идёт к доске. Ой, сразу я. Господи, я не... Записывай. Ой. Что? 9,20-х минус 3,20-х. Господи, она орёт, как ненормальная. Вот, я написал. Равно. Теперь слушаем меня внимательно. Тоже так же, как и со сложением. Чтобы вычесть две дроби с одинаковыми знаменателями, нужно числитель вычесть, а знаменатель оставить прежним. Пиши равно. Так. Написал. Это элементарно. Это элементарно. А, точно, сейчас. Вот, я решил. Равно. Сокращай. А, ещё сократить нужно. Нужно сократить. Нужно сократить. Дробь на два. Шесть делится на два. И двадцать делится на два. Получится три десятых. Всё верно. Молодец. Садись. Пять. Да. Я получил пятёрку по математике. Ольга Ивановна, мне это записывать? Нет, не надо. Дальше. Духов Яков идёт к доске. Решай. Записывай. Записывай. Почти такой же пример, который решал Тимур. Двадцать три пятидесятых минус пять пятидесятых равно. Решай. Так, двадцать три пятидесятых минус пять пятидесятых. А, как решить? Тебе лучше, для чего нужны? Вау. Я ж ты чё, тупой? Ну, вы поняли. Ютуб не бань. Повторяю ещё раз. Чтобы вычесть две дроби с одинаковыми знаменателями, нужно вычесть их числители, а знаменатель оставить прежним. Повтори. Чтобы вычесть дробь с одинаковым знаменателем, нужно вычесть знаменатель и отчислитель оставить прежним. Ой, тупой. Садись, два тебе. Хорошо. Тогда этот пример сами решайте. Так, ну я знаю, как это решить. Короче, поехали. Перевождаем же мою страницу. Пишем, короче, 23 пятидесятых минус 5 пятидесятых равно 23 минус 5 пятидесятых. Теперь нужно посчитать, сколько будет 23 минус 5 равно. Так, это будет 18 пятидесятых. Так, сократить, по-моему, нельзя. Кто всё сделал, сядьте на шрифт. Так, один Тимур у нас только сделал. Итак, кто всё сделал? Я. 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 Хорошо, я иду проверять. Так, Яша идёт мне, показывая свою тетрадку. Яша, мне тебе два в четверть поставить? Я... я делал, как я сказал. Я вычитил знаменатели, числитель оставил прежним. Получилось 23,5 числителей я сложил. Получилось 28. Два в четверти. Дзы. Так, домашнее задание. Научиться вычитать дроби с одинаковыми знаменателями. Упражнение 900 и 901. До свидания. До свидания. Мы пошли на армянский язык. Опять с этими тупыми иероглифами. Охренеть. Видимо, мы сегодня будем писать новую букву. Ребята, это просто иероглифы. Вот эта буква вообще на цифру 2 похожа. Ребята, я специально взял с собой учебник, чтобы вам показать, что я вообще не понимаю. Я вообще не разбираюсь в армянском языке. Вот это вообще на цифру 3 похоже. Кто вообще создал этот язык? Объясните, почему там одни иероглифы? Углифы. Фы! О, всё. Короче, Анастасия Петровна с нами уже поздоровалась. Да, снова же опять на этом тупом армянском. Так, ребята, открываем тетрадки, записываем число. Ну, короче, списывайте с доски. И сегодня мы записываем новую букву. Итак, дети, записываем новую букву. Это буква НУ. Большая, маленькая, большая и маленькая. Работаем. Потом проверю. Тупые иероглифы. Ай, поехали. Блин. А, всё, уже дальше не бьёт. Короче, больше. Ой. Ладно, поехали. Кто написал все буквы? Сядьте на шрифт. Ладно, Тимур, иди показывай свою тетрадку. Тимур, ты что, персоник просто? Ну вот, вот что я записал. Так, число, классная работа. Заглавная маленькая, заглавная маленькая. Молодец, пятёрка. Яша, иди показывай мне свою тетрадку. Яша, тебе два, что ли, ставить? У тебя уже второй урок. Чистая тетрадь. Да, Анастасия Петровна, я не умею бежать эти иероглифы. Это не иероглифы, это буквы. Садись, два тебе. Ну, вот так всегда. Это Анастасия Петровна бежит со своими какими-то вот этими вот дурацкими буквами какими-то, которые вообще не умею писать. Я только русский умею. У меня по-русскому они пятёрки. Так, и Петя Кончаров идёт мне показывать свою тетрадку. Анастасия Петровна, тут такое дело, что я забыл тетрадь дома. В смысле забыл дома? Нет, не забыл. Её собака съела. Ладно, иди покупай тетрадь. Я тебе сейчас этот бутза поставлю в дневник. У меня нет дневника. У меня только учебник. Учебник? Так, учебник. Так, ребята, стирать? Да. 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 Яш, ну я не буду стирать. Я тебе дам время написать. Хорошо, Анастасия Петровна. Всё, я написал. Так. Так, иди мне показывать свою тетрадку. Число, классная. Буква, буквы. Молодец, Яша. Я тебе сейчас пять поставлю. Да. Так, ребята, всё, я стираю. Итак, ребята, я написала слова на доске. Кролик и апельсин. Короче, списывайте с доски. Так, всё, я написал. Ды-ы-ы-ы. Так, ребята, домашнее задание. Выучить слова на эту букву. Страница 10, упражнение 2. До свидания. Короче, Нина Семёновна сказала, что опять будут изменения в расписании. Русского языка не будет, так как Нина Семёновна 6-м г уехала на экскурсию. Ну, а так, всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, жмите на колокольчик, чтобы не пропускать уведомления, а выходим моих новых видео. С вами был я, Тимур Майнкрафт. Увидимся!